Биевый лазер немецкого качества последнего поколения. Наш лазер работает в двух режимах. Это аблация и нагрев. Лазер воздействует на молекулы воды. Под воздействием лазера вода испаряется, ткань нагревается. Но так как вода испаряется очень быстро, перегрева ткани не происходит. На режиме аблации аппарат делает в ткани микроперфорации. Происходит образование новых сосудов, за счет чего улучшается качество ткани. Ткань обновляется и омолаживается. На режиме термо происходит выработка коллагена и эластана, за счет чего происходит уплотнение ткани, подтяжка ткани и омоложение. Когда мы выбирали аппарат для нашей клиники, в первую очередь для нас была важна его безопасность. Ведь главное правило в медицине – это не навреди. Наш эрбиевый лазер действует на глубину подслизистого слоя, и он не вызывает ни рубцов, ни осложнений, которые бывают при работе на СО2 лазере. Второй важный момент при выборе для нас был – это эффективность. Достаточно всего одной процедуры, чтобы вылечить атрофический кальпит, убрать неприятные симптомы, такие как зуд, жжение, сухость. И достаточно всего двух процедур для того, чтобы добиться эффекта лифтинга, то есть подтяжки тонуса влагалища. Показаниями для этой процедуры являются атрофические кальпиты, симптомами являются зуд, жжение, неприятные ощущения, сухость, рецидивирующие бактериальные вагинозы, недержание мочи легкой степени, опущение стенок влагалища легкой степени, крауроз вульвы – это очень тяжелое заболевание, которое очень трудно поддается лечению. Также мы можем помочь в его лечении. Отбеливание промежности, омоложение интимной зоны, уменьшение объема влагалища, что приводит к улучшению ощущения во время близости обоим и партнерами. Также улучшается увлажнение во время полового контакта. И также мы позволяем избавиться от избыточного воздуха, который дает также неприятные ощущения во время полового контакта женщины. Противопоказаниями к данной процедуре являются только беременность и наличие активного воспалительного процесса. Грудное вскармливание не является противопоказанием, и мы можем проводить данную процедуру в периоде послеродовом на 42-е сутки, когда заканчивается инвалидционный период. Онкология не является противопоказанием для проведения данной процедуры. В стадии ремиссии женщины, которые излечились от заболевания, имеют очень неприятные последствия, и им нельзя применять гормонотерапию по медицинским показаниям. Женщины мучаются, они испытывают сильнейший дискомфорт, зуд, и процедура лазерного омоложения за один сеанс помогает им от этого избавиться. Я хочу отметить, что такой же аппарат, Джулия Тасклепиан, стоит в крупнейшем научном онкологическом центре города Обнинска. И там, в этом центре, женщинам, излечившимся от онкологии, в стадии ремиссии помогают жить нормальной жизнью, чувствовать...